Один из показателей счастливой семьи – это глобальная цель на год. Тезис про то, что ипотека укрепляет семейные отношения. Правда ли? Или просто шутка? Я бы ушел, но мне жить негде. Я бы ушла, но как же я буду с двумя детьми? Банк держит мама. Она выдает папе на сигареты и пять копеек на травм. Это было у многих, кстати. Количество разводов в России в прошлом году, напомним, это был еще пандемийный год, выросло на 44%. Сейчас количество разводов будет уменьшаться. Почему? Потому что фаза мобилизации, это фаза стресса, фаза адаптации, она наоборот будет нас сплачивать. Раздельный бюджет я трачу на бусы до помады, он на рыбалку, на запчасти. Он говорит, сейчас я беру все, как говорится, вот в свои руки. Да, мы отдыхаем, мы кушаем, все это за мой счет. Но, когда ты будешь работать, мы пересмотрим условия договора. 42% сказали, что трудности финансовые в паре их объединяют, они стараются их вместе пережить. Если мы собирались этим летом на море, и мы понимаем, что море нам не светит, значит, вот прям сесть за стол, да? И поставить другую цель. Но, пожалуйста, никогда не говорите, что нет денег. Как это? А как? А установка у детей. У меня нет денег. Ну, деньги-то не есть у нас. И у семейных у нас деньги есть. Просто мы считаем их нецелесообразно использовать таким образом. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Семейные отношения или как пережить санкции и не развестись? Назвали мы сегодня выпуск. Будем в этом разбираться. Разбираться в этой теме будем мы сегодня с нашим гостем, с Алексеем Козловым, врачом-психотерапевтом. Алексей Алексеевич, здрасте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вот такая тема нам интересная досталась. Давайте телезрителей тоже к разговору пригласим. Если вам сегодняшняя наша тема интересна, если у вас какие-то семейные трудности, быть может, сейчас из-за денег возникают, и вы хотите их разрешить, нашего совета спросить. Звоните по номерам телефонов прямого эфира, которые периодически на экране будут появляться. 511-9966, 8800-532-55. Это бесплатный номер для регионов. Свои вопросы задавайте, мы постараемся на них ответить. И приглашаем вас принять участие в нашем голосовании, которое мы традиционно до начала эфира запускали в нашей группе ВКонтакте. Группа так и называется «Татарстан24». Мы спрашивали вас, уважаемые телезрители, а вот вас с мужем, женой финансовые трудности объединяют, там есть варианты ответов, можно свой смартфон навести на QR-код в уголочке экрана, принять участие в нашем голосовании. Мы попозже в выпуске непременно его итоги подведем и прокомментируем. Альцин Алексеевич, какие проблемы возникают обычно в парах, когда финансовое положение, условия меняются в худшую сторону? Что вы замечаете? На самом деле, когда у нас меняются экономические условия семьи, вот это становится той лакоматой бумажкой, которая показывает, насколько семья зрелая, насколько она может преодолеть ситуацию. Если есть конфликты, недопонимания, семья неустойчиво стоит на ногах, тогда это усугубляет ситуацию и случается развод. Если семья крепкая, сплоченная, все принципы семьи, здоровой семьи выстроены, тогда семья сплачивается, мобилизуется и преодолевает трудности. Все просто. Ой, просто-то просто. Ну вот, например, статистика прошлого года, финэкспертиза, вот такую статистику нам... Ой, извините, пожалуйста, сейчас покажу. Такую нам статистику выдаёт о том, что количество разводов в России в прошлом году, напомним, это был ещё пандемийный год, выросло на 44% за год. Это данная финэкспертиза. И главные причины, которые называют психологи, которые с этими парами занимались, сами пары, которые развелись, называют бытовые проблемы, деньги на втором месте, падение доходов, уровня доходов этой семьи и домашнее насилие. На вашей практике вот примерно такие проблемы называют те люди, которые, например, приходят за помощью и при этом стоят на пороге разрыва отношений. Да, действительно, деньги? Не только. Это вот мы с вами выделяем одну причину. На самом деле, когда приходит супружеская пара, и у неё, у этой пары конфликтная ситуация, она касается всех аспектов жизни. Это и совместный быт, это и доходы, это и распределение, это и совместное времяпровождение, это и дети, это и сексуальные проблемы, это огромное количество проблем по всем фронтам. Вот не бывает такого, что только вот это и всё. Вот это комплексная составляющая. Тезис про то, что ипотека укрепляет семейные отношения. Правда ли или просто шутка? И да, и нет. Смотрите, когда у нас есть семья, и семья уже, извините меня, на грани развода, ипотека в данном случае лишь, ну, это отсрочка. Потому что я бы ушёл, но мне жить негде. Я бы ушла, но как же я буду с двумя детьми? Я бы расстался, но как мы будем делить эту собственность? То есть, в итоге мы останемся оба без жилья. И вот эта бытовая проблема, она нас как бы держит на время. Но как только ситуация становится более предсказуемая, и мы, допустим, её выплатили, эту ипотеку, то тогда развод, конечно, становится более... Временная срочка. Да. И, кстати, скажу интересную вещь. Вот когда мы говорим о кризисе, о финансовом кризисе, да, это моё мнение, что сейчас количество разводов будет уменьшаться. Почему? Потому что фаза мобилизации, это фаза стресса, фаза адаптации, она, наоборот, будет нас сплачивать. Мы не сможем по одному сейчас выжить. То есть, мы вынуждены будем договариваться. Да страшно, в конце концов. И это на время мы, как говорится... Тоже временная история. Да, за ровным топор войны и вынуждены будем существовать. Ну, пусть нехорошо, но, по крайней мере, мириться с друг с другом. Ну, допустим, женщина говорит, ну куда я одна с двумя детьми, например. Так. Я вынуждена буду искать компромиссы и как терпеть своего мужа, которого ненавижу, но не уйду точно. Ой, логично всё. У нас есть звоночек в студии, мне подсказывают. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Альвина. Как спасти семью от развода, если бывают проблемы в отношениях при разводе? Вот как это сделать? Ой, вопрос очень широкий, обширный проблемы. Но давайте мы его сузим. Давайте до проблем финансовых. Например, были финансовые проблемы. И люди не признаются, что делать только в деньгах, как вы говорите, это комплекс проблем. Они говорят, что всё плохо, всё плохо. В отношениях плохо, в постели плохо. Про деньги даже не говорят, но вы же понимаете, что это комплексно. Как с ними работать, с такими людьми? И, может быть, есть какие-то советы? Советы есть, рекомендации есть. И вот немножко с другого хочу ракурса посмотреть на эту ситуацию. Дело всё в том, что когда мы говорим о благополучии семьи, у нас нет понимания, какая должна быть семья. У нас нет модели семьи. Вот чёткое понимание распределения ролей. То, что было раньше ещё в СССР, там всё было понятно. Патриархальная семья, мужчина зарабатывает деньги, мама их тратит, естественно. Тем не менее, банк держит мама. Банк держит мама. Она выдаёт папе на сигареты и пять копеек на травму. Это было у многих, кстати. Это было нормально для советской семьи? А вот самое интересное, что это и ненормально, и ненормально, это не имеет значения. Главное, что это было показательно. Работала. Вот такая модель. Папа так жил, я буду так жить. Мама так держала банк, я тоже буду держать банк. Всё понятно. А сейчас у нас есть вариации. А как нам строить семью? Мужчина зарабатывает, женщина деньги, которые зарабатывала, тратит на себя? Да. Ну, например, для кого-то это да. До поры до времени. А где же баланс-то? Он в неё вкладывается, а от неё отдача такая. У всех по-разному. Вот, допустим, у меня там тоже была супружеская пара. Он говорит, сейчас я беру всё, как говорится, вот в свои руки. Да, мы отдыхаем, мы кушаем, всё это за мой счёт. Но, когда ты будешь работать, мы пересмотрим условия договора. Ну, когда это ещё произойдёт? Ну, она, допустим, выходит на работу через несколько месяцев, и вот тогда мы будем думать уже, как будем распределять. И вот тут главное договориться, как мы будем распределять. И вопрос не в том, какой у нас будет бюджет. Вопрос, кто за что платит. Чётко договариваться. За садик, за коммуналку, за отдых. В каких пропорциях? Кто, когда? Чётко мы отвечаем за эти финансовые траты, если так можно выразиться. В идеале на берегу договориться ещё до начала барака. Да, ведь об этом? Конечно. Как мы будем отдыхать, как мы будем тратить деньги, на чьи деньги будем жить, да? Вы на 100% вправо. И вот, когда было, допустим, у меня добрачные консультирования, раньше обращались почаще, пары, которые стремятся в брак вступить. Так. А 7, пар из 10, после моей консультации они распадались. Ничего себе, что они понимали? А я спрашиваю вопросы. Это чудесное время. А кто будет платить за садик ребёнка? А будет ли мужчина, допустим, вставать к ребёнку? А если мы едем отдыхать, мы в каких пропорциях будем платить за этот отдых? Вот эти неудобные вопросы, которые влюблённые, естественно, не сдают, они всё это романтизируют. Каждый додумывает свою модель, которую он считает правильным. И в итоге, когда наступает именно вот реальность, а ожидания-то не совпали, он-то думает, что мы будем на равных, а она-то думает, что он всё будет финансировать, а я буду тратить деньги на себя. Хорошо, в такой ситуации, разве раздельный бюджет это не вариант? Раздельный бюджет я трачу на бусы до помады, он на рыбалку, на запчасти, на машину. Я за. Но при условии, что мы договариваемся, кто что закрывает. Какие финансы мы закрываем? Есть квартплата, есть продукты, есть ремонт, есть отдых. Да. Кто? Ты, я, пропорция. Всё. Если мы договорились, всё работает. А вот если не договорились, то рано или поздно этот конфликт у нас выйдет. Ой, возвращаемся к теме санкций. Ну, непростого финансового положения, которое, может быть, мы ещё не особо почувствовали, но мы отчасти к этому готовимся, мы же понимаем, к чему приведёт всё это. Например, сейчас, вот в предыдущих программах, когда мы запускали опрос, мы спрашивали, а вы сейчас как спасаете свои деньги? Знаете, нам телезрители, наши подписчики отвечали, ну, примерно треть отвечала, что старается сейчас потратить деньги, пока всё не подорожало, всё важное, ценное. Ну, для женщин это что? Это какая-нибудь там импорт иностранная косметика? Мы же слышим, что бренды с нашего рынка уходят. Для мужчин, естественно, первостепенная задача машин отремонтировать, запчасти, если это иномарка, потому что понятно, что всё это в разы взлетит в цене. Когда, например, вот на этом уровне, на что мы сейчас тратим деньги, вот в этой вот ситуации критической, если на этом люди не сходятся? Я считаю, что пудра для помады важнее. Я отвечу совершенно по-другому. И я скажу вот как. Помните замечательную фразу Толстого? «Все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая не счастливая семья не счастлива по-своему». Так вот, есть принципы счастливых семей. То есть стратегии. Вот что должно быть счастливой семье, чтобы она была действительно счастливой? И один из показателей счастливой семьи – это глобальная цель на год. На год, на полтора мы должны знать точную цель, куда мы идём с вами. Ради чего мы должны с вами лишиться, но этого достичь? Это может быть отдых за границей, это может быть дом, это может быть квартира, это может быть автомобиль. Вот ради этого я готов страдать, в чём-то ограничивать себя, но потом у нас будет счастье. Вот это счастье. И вот ради этой цели мы с вами начинаем быстренько договариваться. И всё, что не приводит к цели, скорее всего, приводит к тому, что это будет тростепенно. А вот если у семьи у меня цели, вот тогда начинается тактический раздрай, собственно говоря. А что важнее? А когда у нас есть цель, у нас нет такого понимания, вот что важнее – косметика или автомобиль. Чётко работаем на глобальную цель. Понятно. А вот такие ситуации. Опять, давайте разберём критические разные ситуации. Например, денег мало. Один, допустим, остался без работы. Это было и в прошлом году было, это, наверное, можно было спроецировать на прошлый год эту ситуацию, на позапрошлую, когда мы в пандемии, в локдауне сидели. Ну и сейчас, собственно, денег явно стало меньше. Надо на чём-то экономить. На чём-то или на ком-то. Вот как из этой ситуации выбраться, если здесь люди сойтись не могут? Один считает, что это важнее, другой, что нет, вот это важнее. Договориться невозможно, я вам сразу могу сказать. Да, допустим, невозможно. Это 100% невозможно, потому что каждый будет... Это не вопрос, это уже утверждение. Невозможно, вы говорите. Невозможно, потому что каждый будет приводить свои аргументы, вроде бы логические. Вот сейчас мы косметику, а потом я буду покупать её в три дорога. Вот сейчас, если мы не купим машину... Я же для тебя экономлю. В том числе, да. Общего бюджета же экономлю. Вот здесь, к сожалению, будет вывод только один. Мы с вами договариваемся на берегу. И чем лучше мы с вами договоримся на берегу, тем меньше будет конфликтов. Вот это прописная истина, к сожалению. Если один явно зарабатывает больше, а второй, например, и при этом сохраняет деньги, а второй мало зарабатывает, ещё и на ветер всё пускает, всё тратит. Вот это вот, с вашей точки зрения, опасная ситуация? Она опасна не потому, что один тратит, другой зарабатывает. Опасна только в том случае, когда эта система не будет устраивать и того, и другого. Вот когда, а при каких она условиях будет не устраивать? То есть кто-то может спокойненько зарабатывать и тратить, и всё будет нормально. И скажет, вот, да неважно. Главное, чтобы у меня жена была спокойной, довольной, и мне без разницы. Кто-то, наоборот, такого не потерпит. Всё индивидуально. И вот какого-то такого одного сценария, вот как, вот тут, к сожалению, не бывает. Нужно сказать, молодые пары, вот нынешние, они более, в этом смысле, в плане планирования финансового, они более грамотные, они более, ну, прошаренные. Вы знаете, и да, и нет. Случаются пары, которые действительно могут вести, допустим, сразу договариваются, кто за что платит, как мы будем жить дальше. Имеют общую цель. Кто-то не договаривается, опять это влюблённость, опять это розовые очки, это опять всё, вот, идеализация партнёра. Вот всё индивидуально. Вот, к сожалению, какой-то статистики я привести не могу. Вот здесь, вот всё, 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 всё индивидуально. В критических ситуациях, в финансово-критических ситуациях, какая сторона больше страдает? Та, которая зарабатывала больше, и на ней сейчас ещё больше гнёт ответственность, ещё больше усилий нужно прилагать, чтобы этот уровень жизни поддерживать для семьи. Или та, которая и так не зарабатывала, и понимает, насколько она бессильно вообще что-то изменить, кто сильнее страдает, и как отношения выстроить, когда явный диссонанс? Страдают оба. Всё зависит от типа нашей нервной системы, от того, как мы к этому относимся. Кто-то говорит, да ничего страшного, меньше буду зарабатывать, да и ладно, проживём. А кто-то говорит, как так, мы будем, а как мы жить-то будем дальше? Это зависит от человека, от типа нервной системы, от того, кто как реагирует. И тут кто-то, добытчик, не является фундаментальным, я вам скажу, таким вот принципом. Тут вот тревожно-мнительная, может быть, женщина, и она там будет переживать. Ах, как, а что у нас случится? А теперь как мы будем жить? Всё по-разному. Может, мужчина может быть такой тревожно-мнительный, и тоже сейчас начинает, как говорится, эту тревогу в семью приносить. Вот, и не знаю, что будет, возникает тревога, паника, страх. Давайте итоги голосования нашего поведёма, о котором мы в начале эфира заявляли. Мы спрашивали вас, уважаемые телезрители, а вот вашу семью, вас с женой, с мужем, финансовые трудности только объединяют? Да, стараемся вместе это пережить. Ответила, ну, в общем-то, можно сказать, большинство, хотя здесь сложно говорить о большинстве, потому что голоса примерно одинаково распределились. Так вот, 42% сказали, что трудности финансовые в паре их объединяют, они стараются их вместе пережить. Каждый третий сказал, нет, всё только хуже становится. И каждый четвёртый, 25% ответили, что это на нас никак вообще не влияет. Как прокомментируете? О чём это говорит психотерапевту? Вот такая раскладка. Самое интересное, вы задали потрясающе интересный вопрос. И вот этот вопрос, он диагностический, проекционный. Вот те семьи, которые самодостаточные, счастливые, это первый вариант ответа. То есть мы справимся. Это семья, которая гармоничная, которая может преодолевать трудности. А вот те, которые нет, всё только хуже, это значит уже и до этого у них было не всё гладко. А те, на которых это никак не влияет, это же не высший пилотаж? Наша любовь превыше всего? Что там творится в мире, в экономике? Ну тут трудно, трудно. Сложно? Может, инфантилизм, может быть, просто не знаю, что это такое. Вот первый вариант мне нравится гораздо больше. Советы от вас. Как подобные ситуации преодолевать, если мы чувствуем, что вот прямо наклёвываются какие-то конфликты? Как вы говорите, допустим, один тревожный, другой успокаивает, но не получается успокоить. Как пережить? Смотрите, значит, первое, это у нас должна быть всё-таки глобальная цель. Мы должны её сейчас пересмотреть в связи с этой ситуацией. Если мы собирались этим летом на море, и мы понимаем, что море нам не светит, значит, вот прямо сесть за стол, да? Глаза в глаза. И поставить другую цель. Мы уже начали откладывать, слушай, давай-ка мы эти деньги. Например. На ремонт. Да. Второе, что очень важно. Это тоже подорожал, извините. Да, 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 конечно. И вот сейчас, когда у нас есть вот такая вот неопределённость, то нужно держаться вместе, я считаю. Что я подразумеваю? Нужно не забывать, что есть мужчина и женщина, и нам нужно быть вдвоём, чтобы вот эту супружескую систему всячески питать, поддерживать. А для этого нам нужны позитивные эмоции, которые мы испытываем вдвоём в единицу времени. Не важно, что это будет. Главное, чтобы вдвоём, ну можно, конечно, с друзьями, но желательно вдвоём, и вот вы испытываете какие-то позитивные эмоции. Но это, конечно, не рестораны, не кафе. Ну, например, что? Мы лежим на диване, как тюлени, смотрим телевизор. Нет, это тоже с точки зрения... Пил чай. С точки зрения эмоциональной накрутки мало. А, маловато? Например, мы пошли в кино, может быть, театр, может быть, какая-то поездка, пикник на природу. Да, пожалуйста. Это может быть встреча с друзьями, где есть друзья, и мы... Это очень хорошо. Это может быть какая-нибудь интересная поездка, да всё что угодно. Даже у нас, в Татарстане, пожалуйста. Вот это надо. Вдвоём почаще. Потому что, когда мы вдвоём, мы обсуждаем какие-то планы. Ну, представьте себе, вы поехали на автомобиль куда-то, вот, не знаю, в интересное место. Два часа езды. Понятно, что вы будете рассказывать о чём-то. Вначале о трудностях, потом поделитесь планами, и вы уже будете понимать, чем живёт ваш мужчина, и мужчина будет понимать, что беспокоит женщину. Будет корректировка планов каких-то, потому что есть коммуникация. И, по крайней мере... Когда ещё мы будем два часа ехать в машине и не пялиться в свои телефоны, а просто слушать друг друга, да? Абсолютно верно. Хотя бы вот с той точки зрения. Да. И вот когда мы эту систему прокачиваем, соответствующим образом мы сможем вынести те трудности, которые нас ждут. Напоследок, минутка до конца эфира остаётся, хочется спросить. Детей надо посвящать вообще проблемы финансовые, ну, взрослые, по сути, проблемы, когда ещё и дети добавляют. Ну, условно говоря, там мама говорит, ну как же, мы же собирались компьютер купить. Ну, не важно, что он стоил 30 тысяч, а стал стоить 100, всё равно обещали же на день рождения сыну-то. Вот надо посвящать детей, что сейчас сложные времена. Ребята, вы с нами в одной команде, вот, мы страдаем, ну, и вы тоже. Пересматриваем планы вместе. Я считаю, что это обязательно нужно делать, чтобы ребёнок понимал и знал. Незнание ребёнка приводит к тому, что у него возникает конфликт. Как же так? Было одно, сейчас другое. Разговаривать на понятном для ребёнка языке, объяснять ему доступным способом, чтобы он понимал, что сейчас условия поменялись. Это очень хорошо. Чтобы мы все в одной лодке, мы одна команда. С какого возраста имеет смысл разговаривать, а когда ещё рано? С любого можно разговаривать. Главный язык. Кому-то на уровне сказки, где-то будет Золушка, где-то будет там принц. Вот мы объясняем на этой сказке, более взрослые дети, мы можем уже говорить более таким нашим взрослым языком. Но, пожалуйста, никогда не говорите, что нет денег. Как это? А как? А установка у детей. У меня нет денег. Ну, деньги-то не есть у нас. И у семьи-то у нас деньги есть. Просто мы считаем их нецелесообразно использовать таким образом. Эту фразу не надо говорить. А потом это будет установка у ребёнка. У нас денег нет. У нас нет денег. И вот ребёнок начинает потом подрезать себе крылья вот этой экономической свободе. Думать, что их нет. Они есть, они просто переспределены, и мы имеем право их по-другому распределить. Какой интересный финал нашего разговора. Это, наверное, тема для следующей беседы с нами. Встреча с вами. Спасибо огромное за полезный совет. Приходите к нам ещё. Спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня обсуждали семейные отношения. Как пережить санкции и не развестись. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите колокольчик.